Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС. У микрофона Анастасия Гарбер. Почти 2700 выездов на пожары и загорания совершили с начала года столичные спасатели. На пожарах за это время погибли 18 человек. Минск чрезвычайный. По статистике МЧС, курение в постели остается одной из основных причин пожаров и гибели от огня белорусов. К сожалению, в Беларуси курит большое количество населения. По данным различных опросов, более 50% мужчин и 10% женщин ежедневно рискуют не только своим здоровьем, но и жилищем. Сам окурок через некоторое время гаснет, вызывая тление, но образованный им очаг, даже небольшой, способен к возгоранию. Совмещение курения и алкоголя в лучшем случае приводит к испорченным дымом стенам и потолку, в худшем – к потере дома или даже к смерти. В подтверждение сказанному пример. Минск чрезвычайный. В субботу от врачей скорой в МЧС поступило сообщение о том, что в квартире по проспекту Любимого пенсионер едва не сгорел заживо. Из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения на нем загорелись брюки. 62-летнего мужчину с ожогами ног и живота, около 40% тела, доставили в больницу. За минувшую неделю в Минске было зафиксировано более 10 случаев оплавления изоляции электропроводки, в том числе в электросчетах подъездов жилых домов. Причиной такого ЧП может стать перегрузка электросети. В осенне-зимний период люди проводят дома больше времени. На улице темнеет рано, а значит нагрузка на электроприборы тоже увеличивается. Раньше включают свет, дольше работает телевизор, компьютер, чаще используют обогреватели. Помните, что если в одну розетку подключить сразу компьютер, обогреватель, утюг, пылесос, то нагрузка для сети может оказаться просто непосильной. Особенно это касается старых домов с ветхой электропроводкой. Возникает опасность ее перегрева, что приводит к расплавлению изоляции, а затем и к короткому замыканию. Обнаружив признаки неисправности электропроводки в электросчетах подъездов, незамедлительно информируйте коммунальные службы по телефону 115. Соблюдайте правила безопасности и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.